Тема сегодняшнего доклада это контрактные труды, точнее контрактное программирование или design by contract, как это может быть известно. На самом деле design by contract это зарегистрированная торговая марка, поэтому здесь она использоваться не будет. Ты же заплатил. Маленькое вступление. Сегодня утром в отеле была учебная пожарная тревога. Но я это не знал до того, как выбежал со всеми вещами. Потому что когда она началась, я спал и думал, одевать штаны или не одевать штаны и идем как выходить на улицу. Но что я заметил, что все люди, которые тоже выбежали по этой учебной тревоге, они были со всеми вещами, вот с этими такими вот чемоданами такого размера. Они все собрали, а потом выбежали из горячего здания. Серьезно. Просто интересная заметка вот о наших людях. Так что про талфы при пожаре можете не беспокоиться. Пока все соберутся. Чуть более расширенный закрывок доклада. Это что такое контракты? Как можно реализовать их в группе? Почему это тяжело? На самом деле нет. На самом деле нет. И последний вопрос. Нужны ли вообще они вам в группе? Потому что делал я, потому что могу, а не потому что кому-то они нужны. Делать было нечего. Делать было нечего. И мне не бьет. Ты рассказываешь про боль, да? Ты хочешь обмотаживаться? Можно было много рассказывать про контракты, но там много всякой воды на Википеде, поэтому я постараюсь попроще. В трех словах. Контракты это предусловия, перед выполнением метода, постусловия, после выполнения метода и инварианты. Это какие-то условия, которые всегда должны выполняться для любого объекта, перед и после вызова метода. То есть константные условия. Также самое замечательное, по моему мнению, в контрактах, это вот эти правила наследования контрактов. Что в подклассах можно ослабить предусловия, сделать их менее стройными. Позволить больше, например, больше значений интенжеров примерно, чем в родительском классе. Также то, что постусловия и инварианты могут быть только усилены, то есть стать только более строгими. Потому что вот эти два правила позволяют использовать подклассы с контрактами вместо оригинального класса вообще не беспокоиться о том, что контракты могут быть нарушены. То есть до тех пор, пока вот эти два условия вы выполняете, у вас все просто будет работать. Ну, конечно, если до этого есть способ написать нормальные контракты. Пара примеров с других языков о том, что может быть похоже на контракт, или что выполняет очень похожую задачу. Например, TypeScript. Как всем известно про оригинальный JavaScript, вот так выглядит табличка приведения типа в нем. И, ну, все очень сложно. И, как обычно, в JavaScript это происходит. Вы там вот захотели, чтобы ваш код был очень надежным. И у вас там такие типа и фейлсы в начале метода, там, с ров эксепшенами всякими. Ну, чтобы, не дай бог, там кто-то где-то не натупил и не всунул строку вместо числа, и все они попали. TypeScript решил, как бы, попроще решить эту проблему. Добавили препроцессоры, где там стройка антипизации, и у вас вместо того, чтобы там в коде вот эта целая куча закрепки не была, у вас просто там тип в аргументе написан. Оно у вас... Видели. Когда копилится в JavaScript, вообще вот этих всех проверок нет, вы просто знаете, что вот тот код в том виде, в котором вы написали, в нем как бы все стыкуется, типы между собой. И поэтому, соответственно, он рабочий. У контрактов очень похожая идея в том, что в процессе разработки вы пишете контракты, которые гарантируют, как в модуле взаимодействуют друг с другом, если что-то не так, все падает, с exception. А в production коде вы можете их просто отключить и знать, что вот код в том видео, в котором он написан, он правильный, ну, компонент, и в нем правильно заневести друг с другом. То есть, ну, вот, к примеру, как бы, на JavaScript у вас куча всяких стройк сепшенов, на JavaScript просто там пара дополнительных символов написали, и не паритись. Есть язык, называется «Ди», который, наверное, после «Си» придумает, не знаю. А он тоже не есть, на самом деле. До «З», до «З», не даже «Си», а «М», «О», «Ф», «И» и «Б». Когда я искал систему контрактов, то мы думали, что это язык, который, вот, прям в нем вшита реализация контрактов. То есть, какой-то метод вы пишете предусловие, то, что выполняется перед тем, как, собственно, тело, которое будет выполнено, и то, что выполняется после. Ну, соответственно, у вас там в постусловии есть аргумент того, что метод вверху. Ну, по семантике, по синтаксису «Ди» не дала, видишь, увидишь, ты бачишь, скобочки начинаются с нового дядка, внезапно, да. Ну, эти лучшие практики «Ди» я не знаю, я не по голову, но в «Инсайд» еще нет, может попробовать. Ну, зачем? У нас, как бы, такой простой, принятный синтаксис, вне каких-то там супер стремных конструкций, тупо ход, вы пишете какой-то пост, чтобы выполнился перед методом, после метода. У вас просто есть конструкция sr, она просто выкинет exception, если там что-то не выполнилось, ну, то есть условие false получилось. То есть, таким несложным образом на уровне синтаксиса можно быть уверенным в том, что ничего случайно не закинет в тело этого метода то, что вы не хотите. Это пример с инвариантой. Ну, она инвариант от уровня класса, она автоматически выполняется от этих методов. Например, просто гарантируем, что у нас часа только 24, а дней не больше 31. Соответственно, если вдруг почему-то что-то каким-то образом сможет сохранить там 32-е число, бывают такие баги, то, соответственно, у вас просто это выглядит прямой сами. Ну, это как бы упрощенная идея того, что такое контракты. То есть, просто такие гарантии от задумок. Естественно, продакшн это всё можно отключить и надеяться, что у вас есть инвариант. Нет. Теперь примеры из руби. Конечно, для этого я не первый, кто подумал, почему бы не реализовать контракты в руби. Правда? В динамическом типализировании, да? Опять про примеры. Я возьму небольшую проблемку в текущих реализациях контрактов в руби. Во-первых, они не все контракты. Да, они дают вам новую фичу, замечательную, они делают свою работу, но это не контракты в том полном смысле контрактов, которые, мне кажется, заложили создатели этой идеи в контракт. Первый пример это гем-контракт с руби. По сути, тупо добавление типизации в язык. Ну да, добавление типизации в руби. Мне кажется, это смешно. А что поменялось? На самом деле, неплохая идея. Нет. Да-да-да, даже работают. Прошим на кристалл, да. Контракты, сами по себе, это тоже неплохая идея. У них есть конкретная цель, чтобы что-то обеспечить в ходе. Если у вас какие-то критично важные компоненты, вы хотите убедиться, что там или оно все падает, или работает, вы применяете на контракт или строите обязательства. Соответственно, для той же задачи вы можете применять и этот гем-контракт. Но в нем не работает наследование. Так как на одном из дублющих слайдов, то есть, мне можно как хочешь переопределить тип в дочернем классе, в саб-классе. И если вместо родительского класса закинуть куда-нибудь под класс, все поломается. Хотя у вас вроде бы контракт, но у вас все поломается. В неожиданный момент. Это потому, что вроде бы под класс, вроде бы если проверить на тип, то он соответствует администическому классу, но метод совсем в другом. А еще у нас есть include, prepend, include, prepend и метод lookup в Ruby. И кище нам портит жизнь. Что-то как в Ruby не портит жизнь, когда пробуешь реализовать что-то типа такого. Так, дальше. Есть еще такой гем Handshake. Он немножечко более экономично реализует контракты, но как-то не понравилось. Ничего не понятно, короче, в том, что она реализует. Определяешь какие-то методы, вот это все через стрелочку. Вот на слайде, где было, иди, то там, когда просто блог, у тебя внутри код, пишешь там, что хочешь. Просто код. Он там выполняется в контексте инстанса. Ты это знаешь, как тупо часть бани-метода, и все нормально. Тут какие-то перевосложенные синтексы. Это только упрощенный пример. Там в Handshake есть куча наврощенных примеров. Есть еще DBC. Ну, тут как бы совсем уже что-то не в тусте прошло у них. То есть, с таким же успехом можно было просто с row exception выкидывать. Я не знаю, зачем вот этот кусочек. А хотелось бы вот так. Кто думает, что это немножечко лучше, чем предыдущий пример? Есть небольшая проблема в такой нотации. Например? Не всегда ясно, по какому методу оно в результате применится. А также как... А с тобой дальше идет два метода. Будет ли это работать для следующего или для двух следующих? Ну, так как в примере SD блок к ближайшему методу относится. Ну, дело в том, что... Как она относится? Как она там лучше всего считается, когда внутри метода, а снаружи? Нет, я согласен с тем, что в том же SD после строки объявления метода все это идет. Но, ну, совсем поменять синтаксис Ruby нельзя, если свой компилятор написать. Поэтому хотя бы так. Но, тем не менее... А почему? А почему? А почему? А почему? Потому что... Вот, к примеру, уже с реальным кодом, я с таким placeholder. К примеру так. У вас есть метод. У него там какие-то переменные. Игрик это немножечко. Игрик это немножечко. Что? Что? Вы можете просто присылать Ruby код. Ты андерскор сюда добавь, чтоб Ruby код на него. Очень андерскор. А если у вас внутри тех блока просто Ruby код, который выполняется в контексте инстанса, у вас доступны аргументы по имени, так как будто у вас весь этот код тут внутри. Только он отдельно, его можно там отключить подальше и все прочее. Если соответственно тракт. И вот это у меня получилось реализовать. Вот это... Этот код полностью работает у меня. Кроме того, внутри этих блока можно называть приватные методы, но нельзя называть публичные методы. На это выбрасывается exception. В принципе, с reason sd там просто неплохо это было придумано. О том, как это должно работать. И вот это, в принципе, работает. Но это очень сильно упрощенный пример. Ну, то есть, довольно упрощенная реализация и сама по себе, как мне кажется, ну, сладенько чего-то добавляет в Ruby. Потому что, ну, пару предусловий и гостусловий с таким живым успехом можно было там с wrong exception делать и прочее. По сути, просто красивая вертка на код, который нужно отключить в продакшене. Зачем мне добавлять, если отключать каждый раз в продакшене? Или что? Вот повторяю еще раз. Копышешь тест? Просто ты эти кейсы тестом употреблен не смажешь. По поводу тестов я скажу, что я хочу говорить. Тестами и контрактами. В принципе, мы дальше там летали реализации, так что, наверное, я сразу скажу. Чем, ну, какая польза может быть от контракта? Во-первых, на той же Википедии среди прочих преимуществ контракта прописана переиспользуемость контракта. То есть, возможность взять контракт как модуль, например, и просто сказать, вот этот класс следует этому контракту, например. По сути, это такая очень навороченная версия интерфейсов. Но у меня есть интерфейс. Интерфейс? В России нет интерфейсов. Но интерфейс это паттерн. Если в контракте проверять, например, что там respond to какого-то метода, то по сути, ну, и использовать контракт, то, грубо говоря, вы ограничиваете выполнение кода каким-то интерфейсом. То есть, требуете, чтобы, там, входной параметр реализовывал метод. Ну, то есть, можно там строить exception, если у вас там не response. Очень многие методы так делают. По сути, это такой ad hoc интерфейс. Губи часто такое делают. В России нет интерфейсов. Правильно. Потому что интерфейс это не какая-то фича языка. Интерфейс это паттерн, это идея, что если какой-то объект соответствует какому-то интерфейсу, то все должно работать. Соответственно, там, в строительных языках на уровне компиляции проявляется. По сути, это контрактно функционально. А то, что тебе будет, там, не знаю, типа дичать кем-то. Да, по сути, это такой программируемый интерфейс. Звучит интересно. То есть, во-первых, тут можно намного более навроченной проверки в нем делать, чем в интерфейсе, но использовать преимущества интерфейса. Можно это переиспользовать. По поводу переиспользования в ней еще никак не реализовано. Но, если получится так сделать, было бы очень здорово, на самом деле. Можно просто там заинкутить какой-то модуль и автоматически получить вот все эти перепутанные методы. Опять же, можно это все отключать в продакшене. Ну, потому что, в отличие от Java, где это все, если скомпилилось, то у вас уже все хорошо. Тут это все runtime. Соответственно, не хочется за все выполняться каждый раз. Кроме того, вот интересную штуку я заметил. Тот пример в Ruby, который про contract с Ruby. По сути, они называют это контрактом и реализуют строгую типизацию. Если посмотреть на строгую типизацию, например, в Java, то окажется, что в Java тоже можно в дочернем методе взять и написать какой-то левый тип, не тот, который вы хотите искать. Кто знает, почему так можно? Потому что у нас есть интерфейсный полиморфизм. Типа того, если задать интерфейс, то придется определить оба метода. По другому методу. При загрузке метода. Но в Ruby нельзя определить два метода с одинаковым названием. Да, в TypeScript это интересно решили. В TypeScript можно выглядеть как в Java разные методы, а внутрь это все копидится в ифэнси. Получается очень страшно. Но если пробовать на контрактах делать аргументы в разные типы, выйдет очень страшно. В продолжение питания, которое задал Миша Боргинг, в тебе есть икс, 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 икс. До чего будет относиться твоей проверки? И что если в тебе будет метод по У, например? Не знаю, есть икс, 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 икс. Похожие, ну, эмутейшн-like штуки, которые относятся к ближайшему методу. Например, когда рейттаски объявляешь, там description относится к следующей рейттаске. Почему-то вот там никто не спрашивает, почему-то не спрашивает. Идея... Не хватает нам еще комментариев. Парочка просто интересных моментов из реализации. Дело было ночью, и почему-то мне показалось, что вот этот вот арк с одной звездочкой не хавает кейборды. Я много экспериментировал, ни хрена не работало, и чтобы пропустить аргументы в метод, у меня получилось вот так. Но если вдруг кто не знает... Да, фоткай давай, позвольте. Если вдруг кто не знает, то... Ты знаешь, по-моему, первый вариант проще. Одна из граблей, на которой приходится наступать, когда я пробовал реализовать вот эти контракты, ну то есть блоги предусловий и подусловий, это видимость методов. Проблема в том, что можно просто взять и от волды любой метод сделать приватным. Где-то посреди двадцати. Не публичный. А где-то посреди двадцати. Не публичный. Точнее, это не проблема. Проблема в том, что в каком-то левом ходе, который пробует что-то прикрутить на класс, нет способа об этом всем узнать. То есть... Кроме того, можно взять и в дочернем классе взять и сделать приватный метод, который был публичным. А потом... Да, то есть... Нету никаких компактов, которые говорят, что метод стал приватным или метод стал публичным. Их можно менять динамически, когда хочешь, и можно в сабхазах перепределять тоже, как хочешь. Поэтому пришлось... При вызове контракта мне просто по время вызова проверять, что метод публичный, значит делаем контракт, метод приватный, значит делаем. Ну, идея в том же иди была такая, что на приватные методы на контракт не дай вам, потому что рассчитывается, что все-таки приватные методы... Класс знает, как он должен их вызывать. А контракты, они для cert parties, с точки зрения самого класса. Как интерфейсы. Вторая проблемка, это как прокинуть аргументы из метода в блоке, так, чтобы они были доступны просто по названию. Ну, иначе это было бы совсем неудобно, как-то откуда ты их вытаскиваешь, там, из какого-то хяша или аргументами. Хотелось, чтобы ты просто... Вот у тебя х в методе, просто пишешь х в предусловии и все работает. Есть такая замечательная штука, байкер. Вызываешь тупо этот метод и получаешь все локальные перемены, ну, не только локальные, но и локальные в том числе, которые доступны были в момент вызова этого метода. Например, как можно получить фаранс, который был просто аргументом. Причем, это байдеру... Зачем? Еще как он? Пример с официальной документацией руки. Спросите у монетариума. Ну, то есть, можно это байдер куда угодно передавать и все равно иметь доступ к этих элементам. Их значения. Самая большая проблема, это стандартные аргументы. Узнал цепь цепь цепь. Да. У меня много цепь 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 цепь. Проблема в том, что, во-первых, в стандартном Ruby нельзя узнать значения, которые вы после равно пишете в аргументах метода. Никак их нельзя узнать. Можно узнать строку в фазе, где объявлен метод. Ну, то есть, все это покроет, но нормальный Ruby код, который через метод вы меня покроет, припустим, удовольствием. И native extensions еще не покрывает. Native extensions. Короче... Но... Чуваки... 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 Это хорошо. Реализмом под G-Ruby only. Я тебя удивлю, там тоже есть рейтинг, сэншин. Более того, там можно джа и еще подключить вежливый. Вот так. Короче, вы поняли, это боль страшная. Я же полсет метра просто. Припустим, даже вы выдернули из файла вот эту строку. Но часто такая фигня, например, что какой-то аргумент равен константе из класса, который чуть выше вот эта константа первого класса. Но только есть в Ruby такая фишка. Это, как бы, вот этот скоб поиска констант. Который работает только вот прям в том месте, где оно вписано. И если вы откуда-то вытянули, такие, о, константа, фу. Вот... Физически нельзя узнать, по какому пути она разрезолвилась, если вы где-то себе в своем коде. Поэтому... Эта проблема, на самом деле, решаемая. Если написать native extension, который... Ну да, да, как же еще? Написать Ruby. Фишка в том, что Ruby знает эти дефолтные параметры. Там есть специальная такая таблица этих параметров, и перед вызовом метода он точно знает, в какое значение какой параметр разрезодлится. Но мне не очень понравилось ковырять RubyVM, поэтому пока что нету что до этого. Пойдем по талантам, я покажу тебе жизнь. У меня возникла интересная мысль, когда я это вязал. Ну, точнее, когда я думал этими дефолтными параметрами. А что если написать в ритме библиотеки, например, не используйте дефолтные параметры? А потом... А потом... Начать читать доклады и продвигать идею того, что дефолтные параметры в Ruby это плохо, чтобы никто их и не использовал, и чтобы никто их не использовал, и чтобы никто не могли использовать в ритме библиотеку. И тогда я подумал о том, что есть много людей, которые приходят вот так вот и рассказывают вам, что что-то в Ruby делать плохо. Например, использовать переменные классы. Используйте только Instance с двумя собачками, что это плохо. Хотя у меня был один случай, когда это был самый прямой способ сделать то, что мне нужно. А я подумал, а может быть просто кое-кто пишет в библиотеке, в которых что-то вот не работает, им запомнило что-то там ковырять, и они, как типа евангелисты свои идеи, всем рассказывают, что что-то делать в Ruby плохо. Никто этого не делает, и поэтому вот и библиотеки нормальные. Интересная мысль, чтобы задумываться. А теперь, кстати, познакомиться с божидалом, если ты еще не знакомишь. Мы с ним беседовали там, но я в Казахтере, Потом ты скажешь, что символ тонн это зло, да? Да. А скалисты... Как и насколько... Ну, я уже сказал, что у нас можно вытащить эти параметры, без дефолта, но вот как в этом адвоктовом блоке вот у нас рекондишн узнать все-таки в пути это там, что это x или там, или любые другие параметры. К счастью, все-таки в Ruby есть метод параметров на UnboundMethod, то есть, можно вытащить метод какого-то класса, и реально узнать список его параметров. только, чтобы совместить это с бандингом, нужно, чтобы они все по именам были. Понятно, если я в своем там, каком-то, припенднутом методе напишу просто звездочка Arx, то у меня только Arx будут, и я не буду знать, что там есть x, y и все прочее, это только сам метод будет знать. Поэтому, пришлось снять эту штуку. Кстати, может есть вот, это метод, который, ну, с дефолтными параметрами тут, нил, но во всем остальном, это метод, который даст вам реальную Ruby-строку параметров какого-то метода. Да, для native методов, которые только в C, не работают, потому что, у их параметров нет имен, но предполагается все-таки, что контракты вы на свои рубришные методы дописываете, а там аргументы точно есть имя. Но, вообще, можно получить реальную строку аргументов, которую, например, в classEvil можно использовать. Например, первая рамка. Где? Нет. Это не полный код, но он был чуть блинше, там просто были детали, которые не значительны. Это просто одну строчку забыл удалить. И, тот процесс, который я показал... Смотрите, срогайте это быстро. или... Все это, ну, всю суть этого, можно реализовать вот этими несколькими сроками бэда. Есть только один момент. Таб-дабло. А, нет-нет-нет. Все. Таб-дабло. То есть... Изрение. В нем просто модуль. Новый модуль. В нем делаем classEvil на нужный нам метод. Берем вот эти аргументы, которые мы там вытащили, этим страшным способом, чтобы они были по именам. Это просто заглушечка, чтобы на приватный не вызывало, но то, что упоминает, что вот другого способа нет. Только прямо во время вызова узнать публично или приватно. Это оказалось самым эффективным способом. просто респоциту проверить. У нас тут бандинг. Еще в процессе реализации было много у меня костылей с ним, чтобы прокидывать в оригинальный метод аргументы. То есть это еще не костыли? Это уже после костылей. Пособенно. Респонтуй на методы. А что? Нет. Смотри. Я понял, понял. Тут метод name. Можно было бы три раза повторить этот метод name, но так же красивее. Один раз. То есть, вот этот кост вызывает оригинальный метод завернутый в контракт. Все, что делает этот контракт, email по сути просто экзекьютит вот эти блоки, которые там приятны. пост. То есть, при пост просто складывает блок в массивчик, а тут они просто экзекьютятся. А эксепшены строятся по большому счету. Создает опертку, которая выполняет контракт. Да. А вот это мы делаем внутри какого-то модуля, и потом просто припендим этот контракт. Не, а что, даже нельзя, что никак. То есть... Многим это опирается на припенд, который не очень давно появился в группе. То есть, по сути, у всех ассоциируется припенд с аспектным программированием, который добавляет функциональность вокруг метода. Ну, если разобрать аспектное программирование на куски, то окажется, что припенд, по сути, это оно. Ну, все остальное нужно с того, что это самая простая реализация того, что можно как можно аспектное программирование сделать. Если найти библиотеки аспектное программирование в Ruby вот на те версии до появления припенда, то вы поймете, какая разница между припендом и тем, как это пробовали сделать раньше. Через инклуб и всякие прочие не делайте. Приходилось бы ну, то есть какие-то monkey-патчить классы, чтобы в них добавить аспекты. А теперь можно просто перепендовать. То есть, по сути, чуть-чуть аспектного программирования, чтобы нельзя чуть-чуть контрактного программирования в Ruby. Да. То есть, насколько страшно, что лучше этим не пользоваться. То есть, что можно сказать напоследок? На самом деле, там был последний вопрос. Нужны ли вам контракты на этот вопрос? сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Нет, я рассказал, как я реализовал какую-то прикольную синтаксис, просто потому, что мне хотелось. с какими трудностями остановиться. И что я всё вместе, там, всем остальным, что требуется для этого работы, занимает около двухсот срок кода. Всего. А так чувак и Макс придумал. Вруби-батых машин просто хотелось. Да, да. Просто хотелось. Но изначальная идея онлайн не тупо попробовать, а всё-таки получить какую-то штуку, которая позволит немножечко лучше писать код. В текущем виде оно реально мало что позволяет. Потому что в идеале хотелось бы, чтобы эти контракты были переиспользуемыми. И кроме того, чтобы можно было сравнить, ну, взять предусловие одного метода, постусловие другого, и не вызывая эти методы, узнать совместимые предусловия и постусловия. То есть в тех же строк типизированных языках признали, что если метод возвращает string, а другой принимает int, то нельзя просто результат этого метода вткнуть в аргумент другого метода. Это, ну там, сам компилятор вам скажет, например. В случае контрактов идея похожая, но контракты они не только о типах, а о любых условиях. И на самом деле я думаю, что вот эта идея заоблачно далека от реализации, потому что есть всякие гемы типа dry logic, которые реализуют предикатную логику, с которой можно как-то работать. И в принципе вполне возможно, что можно контракты писать с помощью какой-то предикатной логики какого-то гема и там допили в односроче кода реально как бы валидировать эти контракты между методами даже без какого-либо выполнения кода. И какие интересные эффекты это дает? во-первых, вместо того, чтобы требования к выполнению метода и к его результатам у вас были где-то в тестах, они могут быть просто в контракте. Контракты могут быть переиспользованы, то есть быть определены где-то еще и просто подключены в класс. и они никак не будут мешать продакшн коду так же, как и тесты. Но в то же время будет возможность провалидировать все эти контракты. И какая разница между тестами? Когда вы выполняете тесты, вы не уверены, что у вас все покрыто тестами, или не уверены, что сами тесты правильно выполнены. Или чтобы начать использовать новый компонент, вам надо на него писать новый тест. Если бы была возможность писать контракты, которые можно проверить не выполняя никакой код, протестить сами контракты, то можно было бы покрыть намного больше понятие класса эквивалентности в тестировании. То есть по сути можно написать один контракт, который сразу покрывает весь класс эквивалентности и быть уверены в том, что все ваши требования будут тупо работать на каком-то классе, куда вы подключили этот контракт. Как-то так. Короче, это следующий договор. паттер-мач это следующий договор. Паттер-мач что-то тут пошло на трудно. так. Спасибо. Вот я успокоился уйти до перца. тут малькало. Я тебе раскрою секрет. Моей целью было, чтобы меня спрашивали, как и тебя, что я бурю. Это только начало. Миша не просит и завид медитейшн для наркоманов. Это только мне накладывает. Поэтому, если вам интересно такое послушать, то идите ко мне и говорите, что да. Будет целая конференция. А теперь, внимание. Вот можно секундочку тишины. Я сейчас спрошу одну смешную вещь. Вопросы? Да. Слушай, а не проще ли было, если лучше ты перешел на вот этот джаг. Не проще ли было просто расширить парс? Ну то есть все то, чего ты таким образом добивался через руби, на самом деле решается двумя десятками строчек на си. Правда? Да. Я уже занял 200 строчек. Если ты сравнишь руби и сигот, для некоторых задач, различия будет тем же самым. Короче, ты до тяжелых наркотиков просто на дешевле. Ладно, третий доклад будет про десять строчек на си. хорошо. Хорошо. Там еще будет эксконф как минимум и пошло поехало. С эксконфом не получится, потому что лексер и парсер они прописаны непосредственно в самом руби, то есть придется делать форк руби. Руби для наркоманов. добавить еще много разных интересных двух. Это руби интерфейс эдишн, который раньше было не, можно сделать по-другому. Можно чуть-чуть пофиксить руби, чтобы он умел выполнять два блока кода после дев, а все остальное пускай остается на руби. Как стандартное Ты знаешь, если ты видишь хотя бы строгую утипизацию, Апатоник уже будет на тебя молиться. Строгую утипизацию в руби? Хотя бы опциональную. И назову ее Крестовку. Тайм руби, вот как в Таймске. Смотрите, она копилится в руби, но в котором типов уже нет. все-таки что-то это написано. Что-то пошло да. В третьем же руби обещал Таймс что-то типа вот этого обещал Ну честно говоря, в TypeScript вот эти все типы прописывали это большая боль. Особенно, когда у тебя где-то приходит что-то непонятно откуда ты пишешь Any, а потом из-за этого Any у тебя тоже каскады как с ром тем всегда они приходят. Но зато кода меньше. Ты просто сидишь и надеешься что у тебя не рванет от бана который тебе придет потому что где-то там что-то стивизирует где-то там Undefined метод на New То есть крутая фича что ты можешь на продакшене на 1% пользователей включить эти проверки все Да, можно без проблем делать сэмплинг Это крутая фича то есть в отличие от тестов ты можешь реальный продакшен трафик найти Да, одна одна из проблем в юнит тестирования всех текущих методов тестирования которые отдельно тестируются это то что они слишком отдельно от продакшена то есть иногда на продакшене возникают такие паки которые в тестах выглядят очень искусственно там на продакшене возникает ну вот и таких обстоятельств он возникает ты его впиливаешь тест но он настолько искусственный что ты понимаешь что ничем тебе это не поможет руби 3 больше в 3 раза быстрее а если хочешь получить на нормальную скорость ты добавляешь например культуген который тебе позволяет куча проверок его и хоп ты назад нормально используется а вообще я удовольствую сказать любые логики можно подставить такие данные что он тебе будет не отработать поэтому тесты 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 асерты 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 то что он